Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по нашему замечательному центру, который называется «Слово. Центр славянской письменности». И поговорим мы сегодня не просто о памятниках книжной культуры, но о том, как можно использовать их для извлечения важной исторической информации. Мы стоим с вами перед древним храмом. И, в общем, это совершенно неудивительно, потому что письменность переходит на Русь вместе с христианством. И одновременно приходит множество знаков, символов, смыслов. И главное, о чем мы сейчас поговорим, это смыслы. Ведь мы с вами знаем древних князей Святослава, Игоря, княгиню Ольгу. Вот всем этим известным нам с вами историческим персонажам никакие смыслы были не нужны. А необходимость в них появляется как раз с появлением христианства. Наши далекие предки начинают обдумывать свое житие и бытие в этом мире. Они пытаются понять, на каком месте, какую роль играет Русь, русский народ в семье других христианских народов, к которым они вот только что присоединились. И здесь, как раз в витрине, которая перед вами, находится знаковое абсолютно произведение в этом смысле «Слово о законе и благодати». Это проповедь, ну а затем она была перенесена на пергамент, на котором тогда создавались все книжные произведения, была создана митрополитом Иларионом. Это был первый митрополит, поставленный из русских людей, не из греков. И именно он как раз и задумывается об этом самом месте Руси в мировой, а тогда в библейской истории. Нужно понимать, что наши далекие предки мыслили совершенно не теми категориями, которыми мыслим мы с вами, типа нация, государство или что-то в этом духе. Им самое главное было понять, какую роль в глазах божьих, какую роль в контексте библейской истории играет русский народ. И вот это самое замечательное произведение «Слово о законе и благодати» как раз и говорит об этом. Митрополит Иларион писал его, когда правил князь Ярослав Мудрый. Наверное, многим из вас говорит это имя о многом. Это действительно, ну, фактически основатель древнерусского государства. Конечно, до него был князь Владимир, но Ярослав Мудрый – это действительно очень известная и могучая такая фигура в русской истории. Так вот, на страницах этой книги поется буквально Панегирик и Владимиру, и Святославу. И тот, и другой именуются не просто князьями, не просто государями русской земли, они именуются апостолами русской земли. Это очень важный момент. Причем митрополит Иларион говорит о том, что Петр и Павел, апостолы, крестили римскую землю. Иоанн Богослов крестил многие города в Малой Азии, а русскую землю крестил князь Владимир. И действительно он наш русский апостол. При этом есть очень интересный момент в этом тексте, где он говорит о том, что крестил он не только любовью, но и страхом. Потому что киевляне побоялись ослушаться приказа князя Владимира и явиться для того, чтобы креститься в Днепре. Причем, в общем, митрополит Иларион ничего в этом дурного не видит. Он считает, что в принципе к истине, к правде Божьей можно приводить и через страх. Вот такая интересная мысль прослеживается в этой книге, которая, повторюсь, перед нашими глазами. И эта мысль на самом деле потом аукнется через многие века. Мы увидим ее, скажем так, в мероприятиях Ивана Грозного, о которых тоже еще сегодня поговорим. Но для этого должны будет пройти действительно века, целая эпоха должна пройти с того момента, о котором мы сейчас говорим. Потому что после Ярослава Мудрого Русь перестает быть единым государством. Она превращается в такой вот конгломерат соперничающих друг с другом княжеств. Ну а про Ивана Грозного мы с вами знаем, это единое могучее уже государство. Так вот, собственно говоря, с чего все начинается, с чего начинается движение от этой вот самой раздробленности, о которой многие из вас учили, так сказать, получали первую информацию еще в школе, к вот этому великому единому государству. Начинается оно с князя Андрея Боголюбского. Это князь, первый великорос в истории, как его назвал Ключевский. Собственно говоря, и начинает созидание единого государства на базе нашей вот с вами северо-восточной Руси. Давайте обратим внимание на рельефы, которые перед нами. Как я уже сказал, это стилизованная модель древнерусского храма, но рельефы ничуть не стилизованные, они скопированы с реальных стен Георгиевского собора, которые находятся и по сей день в городе Юрьев-Польский. И относятся они как раз к до монгольской эпохе, ко временам Юрия Долгорукого, который нам с вами всем прекрасно, конечно, известен как основатель Москвы, и к его сыну Андрею Боголюбскому. Давайте обратим внимание вот на это интересное животное, которое смотрит на нас со стен храма. Думаю, все вы в нем можете узнать льва. Что делает это африканское животное на стенах нашего среднерусского храма? Дело в том, что лев был символом колена Иудина, то есть древний израильский народ подразделялся на 12 колен или 12 племен. Колено Иуды это было колено царя Давида, самое почитаемое племя, из которого ожидали затем прихода Мессии, то есть Христа. И вот этот самый лев и связь Владимир, новый город, новая столица, которую создает Андрей Боголюбский и Иерусалим, она абсолютно фундаментальна. Уже тогда устанавливается эта связь. Русь это новый Израиль, новая избранная страна. Начинается все, как я уже сказал, с Андрея Боголюбского. Для того, чтобы создать святыню в новом месте, ему нужно было забрать многие святые вещи из старого центра, из Киева. И он совершает поход на Киев, забирает оттуда еще, собственно, даже до похода, знаменитую, ныне известную нам как Владимирская икону Божьей Матери. И многие другие святыни он перевозит, ну, собственно говоря, вот на нашу северо-восточную Русь. С этого начинается построение здесь единого государства. Вот, собственно говоря, первый пример, как древний манускрипт рассказывает нам с вами не впрямую, а, в общем-то, ассоциативно о каких-то событиях, которые имели огромное значение в истории нашей страны. Ну, вот после того, как Андрей Боголюбский разоряет Киев и провозглашает, что здесь вот на северо-востоке появится новое мощное государство, он обращает свое внимание на древний Новгород, господин Великий Новгород. Его тоже непременно нужно было покорить, непременно надо было включить вот в это новое образование. И еще одна книга в этой же витрине рассказывает нам, собственно говоря, о этом самом замечательном городе Новгороде. Называется оно «Астромировая Евангелие». «Астромировая Евангелие» — это считается древнейшей датированной книгой, которая дошла до наших дней. В 1056 году она была написана диаконом Григорием, собственно говоря, он оставил свой автограф, написана была для посадника Астромира. Кто такой посадник? В современных терминах, ну, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что это был мэр, ну, своего рода вот градоначальник Новгорода. Сначала таких посадников назначали князья, потом новгородцы, все мы опять же слышали про новгородское вече, потом новгородцы начинают сами избирать вот таких вот посадников. Господин Великий Новгород — это был уникальный центр на севере Руси. Фактически это было то самое окно в Европу, которое Петр I потом будет в XVIII веке мучительно прорубать. А оно функционировало, успешно функционировало, в чем мы с вами можем убедиться благодаря вот этой карте. Новгород был очень богатый город и очень образованный город. Мы с вами можем здесь увидеть копии берестяных грамот. Что такое берестяные грамоты? Они были невероятно многофункциональной вещью, поскольку использовались как для учебных целей, ну, собственно говоря, ученики, скажем так, начальной школы в Новгороде тренировали свое письмо, ставили почерк именно на бересте. Но основное, пожалуй, назначение берестяных грамот состояло в том, что, ну, фактически они выполняли роль современных СМС, ну, или любых других мессенджеров. Вы можете обратить внимание, у нас идет бегущая строка, вот как раз эти самые сообщения, которые древние новгородцы друг другу посылали. Один пример — послание древних новгородцев друг другу. Давайте вслушаемся в эти слова. Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? Вот такие интересные были люди-новгородцы. Они были очень образованы и, в общем, действительно, претендовали на совсем другую форму взаимоотношений с властью, нежели та, которую желал установить на северо-востоке, тот самый Андрей Боголюбский, о котором мы с вами, собственно, и начали уже говорить. Ну и после разорения Киева буквально на следующий год Андрей Боголюбский собирает огромную рать и отправляется под Великий Новгород. Он осаждает этот город и, в общем, новгородцы чувствуют себя, скажем так, весьма некомфортно. И вот об этих эпохальных событиях, вот о штурме, о попытке штурма Новгорода Андреем Боголюбским, о деяниях, которые совершал Александр Невский, рассказывают нам, конечно, не берестяные грамоты, которые были, в общем, такими бытовыми посланиями древних новгородцев. Нам рассказывают об этих глобальных вещах древнерусские летописи. Мы с вами стоим сейчас перед моделью монастырской кельи, а на стенах перед нами изображение страшного суда. Естественно, вот эти фрески, которые на самом деле не плод фантазии нашего художника, а скопированы со стен Снитогорского монастыря под Псковым, они как раз и призваны показать вот эти вот особенности менталитета средневековых людей, которым самое главное было действительно показать какое-то событие человека и вообще, собственно, нашу страну, показать ее перед лицом Бога, перед лицом его суда. Вот здесь вот в нише очень интересный документ, так называемая «Тарханная грамота». Он относится к гораздо более позднему периоду. Это «Тарханная грамота», которая была подписана царем Алексеем Михайловичем. Но в чем смысл «Тарханных грамот»? Эти грамоты освобождали церковные угодья, монастырские угодья от каких-либо налоговых обременений. И пошли эти грамоты, собственно говоря, именно с монгольских времен. Впервые их начали выписывать ханы. Именно в знак того, что они относятся с уважением к православной церкви, никоим образом ее не обременяют. Вот такими мотивами руководствовались наши далекие предки при принятии неких решений. Поэтому прежде чем сегодня выносить какое-то суждение и говорить там о патриотичности или непатриотичности решения того или иного князя, нужно понять, что мыслили они совершенно в других категориях, в другой парадигме. Ну а благодаря вот таким вот льготным, скажем так, условиям, монастыри становятся тогда центрами книжной культуры. И здесь в витрине перед нами образцы, вот такие вот уникальные, можно сказать, образцы книжной культуры. Это Киевская псалтырь, которая стала действительно таким примером каллиграфического совершенно исполнения текста. С другой стороны, перед нами Мерила праведная, это свод юридических актов. О чем это нам говорит? О том, что в монастырях начинают создаваться не только богослужебные книги, но и вот, как я уже сказал, например, правовые некие своды. Но и более того, мы видим, например, вот таких вот забавных зверей, которые, казалось бы, посетили монашескую келью, они здесь тоже абсолютно не случайно, они сошли со страниц так называемых бестиариев, то есть книг, которые рассказывали о фантастических или просто экзотических животных. То есть действительно монастыри начинают собирать самую разную информацию. И действительно монахи становятся подлинными энциклопедистами той эпохи. Появляются через какое-то время так называемые сборники. Наиболее известные, например, сборники монаха Ефросина. Один из них тоже представлен у нас вот в этой экспозиции. На развороте мы с вами видим удивительное существо получеловека, полуконя с крыльями. На Руси это существо называлось китовраз. Перед вами сейчас модель печатного станка. Видимо, примерно так выглядел печатный станок в типографии Ивана Федорова. Она создана была по прямому указанию Ивана Грозного, финансировалась из казны. И действительно начинается работа по выпуску печатных книг. Это была действительно впорменная революция в книжном деле. Причем в Европе, в Западной Европе началась она за 100 лет до этого. В середине 15 века мастер Иоганн Гутенберг придумывает так называемые подвижные литеры. Вы тоже можете увидеть их на нашей экспозиции. Такие вот металлические буквы, из которых составлялся текст. Сверху он заливался краской, накладывался лист бумаги. Все это задвигалось под пресс, пресс опускался и получался отпечаток. То есть что произошло? Появилась возможность тиражировать. Итак, мы с вами находимся в старинном школьном классе. Впрочем, возможно, кто-то из наших уважаемых зрителей начинал свои школьные годы примерно за такими партами. Но у нас это не простые парты, а парты-витрины. В каждой из них находятся учебные пособия, соответствующие определенной эпохе в развитии грамотности. В этой парте у нас присутствуют самые первые учебники, созданные, собственно говоря, русскими людьми. Грамматика Смотрицкого и Арифметика Магнитского. Это книги, которые, в общем, сыграли абсолютно революционную роль, не побоюсь этого слова. И, в частности, наш замечательный ученый Михаил Васильевич Ломоносов самостоятельно изучил их у себя в Холмогорах. И они настолько его вдохновили, что он, как известно, пешком дошел до Москвы, обрел новые познания, в конце концов, стал сам академиком. Оставалась большая проблема. При Петре, конечно, дворяне получают возможность учиться, получать образование вполне европейского уровня. А вот крестьянские дети, ну, за исключением таких уникальных людей, как Ломоносов, тем более он не был крепостным. А вот крестьянские дети крепостных, собственно говоря, родителей получать образование не имели возможности. И обретают они ее только после знаменитых реформ Александра II, после отмены крепостного права. В этой витрине у нас представлены те учебные пособия, которыми пользовались в земских школах, которые открываются во множестве, которые действительно сыграли большую роль в распространении грамотности на Руси. Но проблема была в чем? В том, что продолжительность обучения в этих школах было всего 4 года, и образование не было обязательным. Соответственно, любой, так сказать, крестьянский родитель мог прийти в школу и забрать своего отпрыска, обучившегося буквально год или два. Вот эта вот проблема безграмотности или низкой грамотности, малой грамотности, она была очень серьезной. Не все монархи относились к ней одинаково. Например, Екатерина II, к которой мы относимся традиционно с уважением, она считала, что вообще народ учить не надо. Она так вот в письмах и признавалась, что если черне дать образование, то чернь перестанет нам повиноваться. Были, естественно, и другие мнения. Вот тот же Александр II, естественно, мыслил совершенно по-другому. Но, тем не менее, в 20 век Россия вступила страной с очень невысоким средним уровнем грамотности. Были в царском правительстве проекты относительно введения всеобщего образования, но, согласно этим проектам, оно должно было быть введено где-то в 1924 году. К этому моменту, как мы с вами знаем, уже 6 лет государь-император Николай II был мертв, он погиб в Екатеринбурге, был расстрелян. Ну а реализацией программы всеобщего обучения начинают заниматься уже те, кто, собственно говоря, пришли к власти, то есть большевики. И вот эта парта у нас посвящена знаменитейшей программе Ликбез, ликвидация безграмотности, которой занимался товарищ Луначарский, нарком Луначарский. Самые разнообразные, очень простые и доступные азбуки, буквари, которые помогли в короткий срок получить образование как детям, так и взрослым, которые на тот момент тоже пребывали в состоянии безграмотности. Итак, люди научились читать и писать, они стали грамотными. И вот когда-то, в 20 веке, ну если не все, конечно, грамотные люди, но многие из них вели дневники. Сейчас это, безусловно, в какой-то степени уходящая натура. Сейчас все вытесняют социальные сети, но это, конечно, совершенно разное явление. И сейчас здесь вы можете видеть коллекцию дневников людей 20 века, которая начинается с дневника трех девушек-студенток, которые ввели его накануне февральской революции 1917 года, и заканчивается дневником третьеклассника, который рассказывал о каких-то своих детских впечатлениях в 1991-1992 годах. А здесь вы имеете возможность увидеть все эти перечисленные дневники в оцифрованном виде. Это на самом деле пространство своего рода машина времени, потому что погружаясь в атмосферу жизни людей, которые жили в 20 веке, но, собственно говоря, уже годы их жизни отделены от нас целыми эпохами, мы имеем уникальную возможность, когда мы изучаем историю по учебникам, по монографиям, кто-то может по историческим романам, мы, естественно, прежде всего получаем информацию через призму восприятия автора этого текста. Здесь же мы имеем возможность просто заглянуть в прошлое глазами реальных людей, которые создавали эти документы. Причем они вовсе не думали и не рассчитывали на то, что кто-то будет их читать. Соответственно, у них не было задачи приукрасить что-то или, наоборот, очернить. Дневник, как я уже сказал, отчасти уходящая натура. Но вы, возможно, не поверите, когда в наш музей приходят школьники, даже школьники младших классов, и я задаю им вопрос, ну, наверное, ребята, вы целиком живете в соцсетях, у каждого из вас есть аккаунт и прочее, прочее. Дневники вы, наверное, не ведете. Два, три, четыре человека на класс обязательно говорят, что они ведут по-прежнему старообразные, можно сказать, бумажные дневники. И на самом деле это очень позитивная вещь. Это говорит о том, что и наши потомки тоже смогут заглянуть в нашу с вами эпоху, увидеть ее нашими глазами, понять, какие вызовы стояли перед нами, как мы успешно или не слишком успешно с ними справлялись. Поэтому вот эта наша прогулка, которая, собственно, на этом и завершается, она и посвящена была тому, как использовать самые разные исторические документы, литературные документы, а дневники, безусловно, это тоже вид литературного документа, для постижения нашей такой непростой истории. Я очень надеюсь, что эта прогулка была для вас не бесполезна, не безинтересна. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.